Продолжим вчерашнюю тему по поводу падения рынков. Я обещал показать, что произошло на следующий день и сегодня показываю. Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. В прошлом видео я рассказал о том, что у меня опционная стратегия. Там начался обвал рынков, как я говорил, и я показывал, что рынки вышли в падение, и, соответственно, на опционах я построил стратегию, которая основана на падении. То есть у меня были очень серьезные путы куплены на падение, которые растут на падение. И вот падение вчера как раз завершилось вот здесь вот, и начался отскок. Ну, давайте посмотрим вот в таком вот масштабе. Вот я посмотрел. Вот посмотрите. Вот она, вот четкая линия сопротивления. Вот она. Посмотрите. Вот. Раз, два, три. И она дошла опять до 118 700. Это индекс по РТС. Ну, последние разы пересекалась эта линия. Ну, посмотрите. В ию... В мае. Дальше еще раз в мае. Потом в июне серьезно, так сказать, пытались пробить вниз. Не пробило. Дальше опять июнь. 30 июня доходило почти до этой линии. Следующий июль месяц, середина. И вот сейчас, начало сентября, пытается протестировать вот этот уровень. Ну, естественно, этот уровень очень сильный. И поэтому, поэтому был отскок. Я когда посмотрел, увидел, что да, наверное, будет отскок. И решил вот на этом уровне, как раз вот здесь, зафиксировать прибыль по купленным опционам ПУД со страйком 125. Вот они, вот, 125 уровень. То есть, внутренняя стоимость этих страйков была больше, чем 6000. Ну, временная стоимость, она потихонечку снижается. Поэтому я решил зафиксировать прибыль и выкупил 8 опционов ПУД, которые были у меня проданы, которые вы видели в прошлом видео. Но это затрат, ну, как бы, какое-то время происходило. Вот что у меня сейчас, то есть, вы, если видели прошлое видео, то вы видели, что опционная стратегия была четко направлена вот, ну, вот так. Ну, вот, я в зеркало просто себя вижу. А сейчас это вот такой вот мой любимый, ну, практически кондор. Сейчас я вам его масштаб немножечко изменю. Ну, вот, вы увидите, что это кондор. Крылышки у него опущены, правда. То есть, он не совсем классический. Ну, почему крылышки опущены? Да потому, что я считаю, что вот пошел отскок. И, посмотрите, вот эта вот линия, это 120 тысяч, вот здесь вот, а здесь 122 тысячи 500. То есть, вот, посмотрите, я вывел здесь прямоугольничек желтый. Если курс, если индекс РТС сентябрьский останется вот в этом диапазоне, буквально до четверга, до четверга, то есть, до завтрашнего дня, то я получу вот разницу между вот текущим значением и вот этим значением. То есть, я получу, ну, еще 12 тысяч рублей на свой счет к 19 часам, если цена будет вот в этом вот диапазоне. Если цена будет в диапазоне ниже или выше, то понятно, что моя прибыль будет уменьшаться, и она будет равна нулю дополнительно на где-то вот здесь вот 118 700. Вот я посчитал. Сейчас я могу нарисовать даже этот прямоугольничек. Давайте нарисуем. 118 700, где-то вот он будет здесь у меня, начинаться, и где-то вот здесь, сейчас скажу, где заканчиваться. Так, 0 у меня, 123 200. 123 200. Вот примерно так. Так, то есть, вот в этих вот диапазонах он будет снижаться, моя прибыль снижаться до нуля дополнительно. Ну, я, конечно, буду за этим следить, чтобы она не снижалась. Я хочу получить дополнительную прибыль в размере 12 тысяч рублей. Ну, давайте посмотрим. Сейчас у меня 90 тысяч на этом счете, и, конечно, хотелось бы добавить еще сюда 12 тысяч. Ну, сейчас 92 тысячи 300, потому что вот 90 тысяч плюс 2,290 на текущий момент. Вот, что я еще могу сказать? Ну, согласитесь, что 10% хорошо получить завтра. Поэтому я не закрываю позиции, не фиксирую. Ну, я ожидаю, что вот она, видите, немножечко поднимается, что она будет в этом диапазоне, и что все будет хорошо. А что по поводу, значит, моих всяких параметров? Смотрите, процент использования ГО, тех, кто понимает, 112%, свободно, минус 4369 рублей. То есть, я уже, по идее, не могу ничего изменить здесь. То есть, я не могу открыть новые позиции. Я не могу выкупить вот этот вот, скажем, или вот эти вот опционы. Тем более, не могу продать вот этот. Вот, посмотрите, вот он стоит 30 рублей. Но давайте попробуем продать его за 30 рублей, вот этот вот колл. Потому что он уже, ну, никак не составится. Вот я пытаюсь его продать. Посмотрите, что она мне сейчас скажет. Вот, ну, пусть будет по 30 рублей. Да по 20 рублей я готов продать его. Посмотрите, что она мне скажет. Нехватка средств по лимитам клиента. То есть, я не могу его закрыть даже по 20 рублей. Вот в чем дело. Вот, ну, а смогу ли я купить ПУД, зафиксировать прибыль свою? Вот, я не смогу. То же самое, скорее всего. Сейчас попробуем. Вот, посмотрите. Я пытаюсь купить. Нехватка средств по лимитам клиента. Кажется, что я вообще ничего не могу здесь изменить. Но на самом деле это не так. И о том, как все-таки изменить эту ситуацию, в принципе, это возможно. Достаточно сложно. Но это возможно. Я понял, как это делать. Я рассказываю об этом всем на курсе по опционам. Ну, и в чате в частности. Вот, что я хочу сказать. Ну, а еще один момент, который я хотел отметить. Смотрите. Когда у меня, вот, когда я увидел, что цена пошла резко вниз, то я купил опционный ПУД, который глубоко в деньгах. Я покупал опционный ПУД, который глубоко в деньгах. Почему я это делал? Потому что, смотрите. Когда я покупаю опционный ПУД, то я плачу, значит, ну, внутреннюю стоимость. Это естественно, потому что он обладает внутреннюю стоимость. И есть временная стоимость. А вот временная стоимость, она, значит, чем ближе к моменту экспирации, тем она уменьшается, уменьшается, уменьшается. И я ее переплачиваю, вот эту временную стоимость. Поэтому для того, чтобы не переплачивать, я покупаю опционы, которые глубоко в деньгах, там, на один-два страйка выше. Почему? Потому что, ну, в принципе, я как бы открываю позицию шорт, когда я покупаю ПУД. Я как бы открываю позиции шорт по фьючерсе, но при этом немножечко переплачиваю. Переплачиваю вот эту временную стоимость. Кто проходил курс по опционам, опять же, поймет, в чем дело. Но вот мы там спрашивали, а кто же покупает опционы глубоко в деньгах? Вот она ситуация, ребята, когда надо покупать опционы глубоко в деньгах. Когда видишь, что курс валится, покупай опцион ПУД глубоко в деньгах, чтобы не переплачивать большую временную стоимость. Чтобы не переплачивать большую временную стоимость. Вот именно поэтому у меня были куплены опционы ПУД глубоко в деньгах. Они, значит, уходили еще глубже в деньги, соответственно. И как только они начинают подниматься курс фьючерса на РТС, то индекс на РТС, то, соответственно, внутренняя стоимость начинает снижаться. Поэтому я их выкупил. Несмотря на то, что еще временная стоимость была высокая, ну, ничего страшного. Потому что здесь уже главный вес в цене опциона играет внутренняя стоимость. То есть, когда опцион глубоко в деньгах, главный вес в его цене – это внутренняя стоимость. А, ну, здесь уже временной стоимостью, ну, наверное, стоит пренебречь. Потому что раньше я смотрел на временной стоимость и думаю, блин, вот временная стоимость, ну как, ее же надо дождаться, когда она будет равна нулю. И при этом терял деньги на внутреннюю стоимость, большие деньги. Поэтому сейчас вот я зафиксировал прибыль. Посмотрите, сейчас вот я радуюсь, потому что она идет. Посмотрите, вот она планочка. И есть все основания к тому, что я получу свои 12 тысяч. Чем ближе, тем время работает на меня. Посмотрите, уже 2721 вариационная маржа, она увеличилась. За счет чего? Идет сейчас активно тета-распад, ребята. Тета-распад активно идет в самые последние дни. И поэтому, ну вот, поэтому все хорошо. Да, процент ГО, 112 процентов. Дальше он будет еще увеличиваться до 130. И вроде бы, что это значит? Это значит, что ситуация маржин колл, что я буду получать письма от брокера о том, что есть вероятность принудительного закрытия позиций. Но когда эти позиции идут в плюс, это хорошо, никто их не будет закрывать. Ну, по крайней мере, брокерский дом открытия, брокер открытия не закрывает позиции, если они идут мне в плюс, если они улучшают мою ситуацию. Вот еще один момент. Посмотрите, всего-то 90 тысяч, а у меня идет в плюс, 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 плюс. И с перебором, то есть я фактически в кредит взял, за который я, кстати, не плачу, потому что это срочный рынок. Но разобраться в этом достаточно сложно, поэтому курс по опционам для вас, ребята. Вон там ссылочка. 10 процентов за месяц. Какой месяц? За неделю. Ну вот, очень даже неплохо. И, кстати, я уже получил. Вчера, например, прибыль моя была плюс 16 тысяч рублей. То есть у меня было до этого 80 что-то тысяч рублей, вот здесь на счете было. И сейчас 90, потому что вариационная маржа обновляется каждый день. Ну, вот, если вы не поняли что-то, курс по опционам. Если поняли, значит, хорошо. Значит, вам курс по опционам не нужен. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Деменков Юрий. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok